слава украине привет всем от полонского по ситуации в курской народной республики друзья мои сразу скажу что информацию которую до вас буду доносить она приходит хоть и от оппозиционных я это выговорил но от российских источников то есть это от тех россиян которые борются с путинским режимом можно ей верить ну в какой-то степени можно но опять населенная пункта называть не буду потому что потому что потому чтобы никого не подвести в том числе кстати и тех россиян не подвести которые там сейчас на фронте а там они есть вот но вот интересный момент все первый день сильно кричали насчет российского контрнаступления курской народной да ой ой уй наши зродою зродолюбы тут же верещать начали вы слышали да ой зачем бы туда пошли ой горе горько и ой 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 вот так вот просто то завязать запели уже до завыли вот ну как оказалось как говорится прозродолюбили они мимо вот российское контрнаступление постепенно становится отрицательным вот те задачи которые они поставили под например по со стороны вот если поставить на карту суджа все знают можно назвать в районе суджи полностью провалены да там они тоже переходили в контратаку в результате получили звездюлей контратака отрицательная у них получилось и потеряли свои собственные оппозиции было у них небольшое относительно небольшое контр не контрнаступление этому сил они довольно много после а вот продвижение под корень его но об этом тоже можно говорить все об этом говорят как бы населенный пункт называют но опять совсем не тех масштабов как они хотели к смысл был следующим переправиться через реку все им ввести новые силы в бой и значит рассечь нашу группировку там они-то переправиться даже и смогли частично по крайней мере и даже атаковать могли это самый первый день но потом вот эти все понтонные переправы которые туда наводятся они моментально уничтожаются и получается такая картина что вот эти войска они попадают попали сели в тот же самый котел в котором были предыдущие войска и о том чтобы дальше атаковать надо же получать припасы боеприпасы и так далее а с этим проблема я не говорю что там полностью все эти все эти понтонные переправы уничтожены они их постоянно наводят новые они уничтожаются они опять новые но ты через них много не провезешь это не мосты и вот у них сейчас такая картина что войска там есть но их боеспособность очень сомнительно и продвижение у них уже нет продвижение даже отрицательная другую сторону более того и вот на этом я акцентирую моменты они же когда начинали свое свою вот эту вот свое продвижение они не учли фактор украинской границы у себя за спиной помните я вам объясню что я имею ввиду помните 14 год до 14 год когда наши войска отсекали отсекали расистов в донецкой области почти почти отсекли от россии помните но мы не ожидали тогда что удар будет через границу нанесен по нашим войскам было такое было было они тогда градами лупили прямо по нашим войскам по нашим местам стоянки наших войск по местам скопления наших войск и так далее мы этого не ожидали откровенно говоря что тут было вот вот сейчас они точно также почему-то решили что мимо нашей границы можно шастать вот туда сюда сюда туда вот и в определенных местах я не буду говорить в каких но это не одно место по словам российской же оппозиции у них сейчас неприятности на границе это не только обстрелы это что-то похуже для них есть уже видео как наши переходят границу там определенных местах не буду говорить где но еще раз говорю это место не одно наши силы я не знаю может быть больше может быть меньше они в расисты выдвигают разное количество наших танков бтр и бмп и лишь личного состава который туда зашел но скажем так у глушковской группировки вот населенный пункт глушкова и вот этот весь аппендицит который там он получается с одной стороны зажат был украинской границы с другой стороны наступающими украинскими войсками это треугольник очень грубо треугольник а с стороны от река 7 вот и получается что они не ушли фактор украинской границы думали что там только пограничники шла туда ничего не прилетит ничего не пройдет получилось что они ошибались приблизительно также мы ошибались в четырнадцатом году то есть мы подучились они нет вот и настоящий момент у них там неприятности определенного рода вот и собственно говоря посмотрим насколько их хватит там в наступлении что-то мне кажется у меня есть такое ощущение что наступательный порыв у них или уже погас или или очень скоро погаснет или потухнет вот а у всей этой группировки будут очень большие проблемы я об этом говорил повторяю опять поэтому тот кто кричал что ой это все лишнее не надо было в куршину куршину заходить и т.д. и т.п. я скажу отношу цеплят по осени считаю посмотрим насколько не надо было вот так что я не говорю что российском контрнаступлении можно говорить в прошедшем времени но с моей точки с моей точки зрения если все пойдет приблизительно но в таком ключе как в котором она идет сейчас то в скором времени вот это вот все контрнаступление будет у них отрицательным заходить а а а и